Поругаюсь немного на науку, просто для того, чтобы все, те же самые утверждения с противоположным знаком справедливы для Бахтии. Научный метод не позволяет постичь истины. Велический путь позволяет это осуществить. В принципе, не позволяет. Нет истины. И поэтому они говорят, я уже сказал, что само понятие истины стало ненаучным, и вместо этого появились различные способы замены истины в науке. Например, инструментализм или конвенционализм. Конвенционализм говорит, это из Википедии утверждение, что на самом деле научные понятия, теоретические построения являются в своей основе продуктами соглашения между учеными. Речь не идет об истине. Истины нет, просто договорились так. Мы смотрим на эту материальную вселенную, мы пытаемся объяснить ее с помощью силы гравитации, и при этом мы понимаем, что что-то не строится, уравнения не работают. Поэтому мы говорим, о, есть 96%, которые относятся к темной энергии и темной материи. Простачки, обычные люди слышат это и думают, о, ученые обнаружили темную энергию и темную материю. Ничего они не обнаружили. Их модель не работает, и они теоретически вводят это понятие. Есть некая темная энергия, 96% есть чего-то, чего мы не знаем, не видим. Чтобы наша модель и работала. Это на самом деле просто попытка спасти неработающую модель. Для этого нужно ввести понятие абсолютно абсурдное, абсолютно гипотетическое, ни на чем не основанное. Все думают, ученые открыли черную материю. Никакой черной материи нет, просто договорились называть то, что они не знают, и свое невежество черной материи, и черной энергии. 96% материи относятся к этому. Это конвенционализм. Инструментализм в теории не обязана отражать истину. Главное, что она может какие-то вещи точно предсказывать. Что-то не может, но что-то может, хорошо, ладно, значит истина. Или прагматизм, я уже говорил, криктерием истинной является какая-то полезность. Если она полезна, значит хорошо. Но никто окончательно эту полезность не проверяет, каким окончательным последствиям это так называемая польза приведет, никто не знает. И буквально, опять же, научный метод основан... Кто-то говорит, что религия основана на догмах, а научный метод основан на истине. Не основан на никакой истины, он основан на таких же догмах. Слепая вера. Мир может быть полностью описан числом. Кто может это доказать? Никто. Это одна из аксиом, на которой основана вся наука. Законы природы везде одинаковые. Кто может это доказать? Никто. Во все времена одни и те же законы действуют, во все места одни и те же законы действуют. Слепая вера, догмах. Измерение приборами раскрывает объективную истинную реальности. Кто может это доказать? Никто. Сознательная воля не вмешивается в работу математических уравнений и так далее. Никогда эти постулаты доказаны не были. И это просто некие постулаты, на которые основано это великолепное явление современной науки. И люди, как мой отец, показывают шариковую ручку и говорят, вот ученые придумали шариковую ручку, поэтому я им верю. Вот, собственно, все, к чему в конце концов сводится истина. Ученые придумали айфон и айпад. Значит, они знают истину. А то, что 96% относятся к темной энергии, к темной материи, это уже никого не волнует. Ну и другие какие-то вещи. Как я уже говорил, научный метод заставляет сосредотачиваться на деталях. Мы не видим целого. За деревьев мы не видим леса. Научный метод деперсонализирует природу. Природа не имеет личности. Мы имеем полное право делать с ней все, что хотим. Как сказал Тимирязев, мы не вправе ожидать милости от природы. Взять их у нее наша задача. Кто-то остроумно переделал это. Мы не вправе ожидать милости от природы после того, что мы с ней сделали. Приводит к разжиганию вожделения. К той самой беде, к разрешению этой проблемы, с которой начинается третья песня. Которая посвящена третьей песне. Вожделение жадности, гнев. То есть в конце концов приводит людей в ад. Нравственность становится абсолютно ненаучным понятием. Она создает какие-то удобства, но среда обитания разрушается. Искусство, литература становятся развлечением. Тогда как все это изначально же способы постижения истины. Это же естественный способ человека понять истину. Создать некую модель, приблизиться к этому. И люди знают это. Как Блок писал, да будет взор твой твердый, ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Поэт постигает мир, постигает истину в этом мире. Художник постигает истину в этом мире. Но нет, с точки зрения науки это все ерунда. Естественно, она не признает никакие формы религии. И гордится тем, что она отличается от религии. Хотя на самом деле это явление того же самого порядка. И постоянно отсекает данные, которые не вписываются в их теории. И в конце концов, теория под давлением новых данных вынужденно трясит. И они заменяют ее. И в конце концов, все это приводит к нервишешейшей шиньявате. Все это пустота. Все это нереально, все это мая. Да, все это мая. Наука это мая. Вот. Мы закончили... О, хари, христа. Мы закончили некое введение к следующей части третьей песни Шимакаба.